Здравствуйте! В эфире передача «По-тихому». Депутаты Петросовета принимали активное участие в голосовании. Продолжалось недельное голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Продолжается голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Наша телекомпания посещает избирательные участки и следит за ходом голосования. И здесь надо отметить, что именно президент Российской Федерации настоял на том, чтобы жители сами приняли решение вносить изменения в Конституцию, либо не вносить. Да, инициатором поправок выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Подготовлено достаточно большое количество поправок, а если точно сказать, то их 206. Впервые в Конституцию по поправкам вводятся такие понятия, как брак, вера в Бога, госсовет усиливается, его существенное значение. Также в поправками вводятся такие важные моменты, как закрепление, что минимальный размер оплаты туда не может быть ниже прожиточного минимума. Ремонт лестницы в створе улицы Свердлова не выполнен в срок. Депутаты Петросовета обещают со всей строгостью подойти к приемке объектов, которые ремонтируются к столетию Карелии. Мы находимся на объекте благоустройства. Это спуск в створе улицы Свердлова между улицей Пушкинской и набережной Онежского озера. Это продолжение работ по благоустройству в рамках подготовки к столетию. Видим, что сверху работы были выполнены в 2019 году, от Куйбышева до Пушкинской. Значит, стоимость работы именно по этому объекту чуть более 4 миллионов рублей. Работы по согласованному графику должны быть выполнены до 1 июля. Мы видим, что подрядчик не успевает. Есть тому объективные и субъективные причины. Поэтому в случае, если все же 1 июля объект не будет сдано, то будут применены санкции в рамках действующего законодательства и в соответствии с муниципальным контрактом. Поскольку у нас запланировано 8 лестничных спусков в городе, этот один из них, здесь есть ряд вопросов по срокам и, соответственно, уже по качеству. Поэтому депутатский корпус сейчас взял на себя инициативу контролировать очень жестко этот объект. Срок издачи приблизительно на 30 августа у нас выставлено, но, к сожалению, сроки немножко сдвинутые. Проблемы, из-за которых произошла задержка по срокам, касаются подземных коммуникаций, защиты кабелей, то есть проблемы рабочие, решаемые. И надеемся, что благоустройство спуска к озеру будет выполнено к столетию города. Петрозаводчане принимали участие в общероссийском голосовании, а депутаты Петросовета высказывали свое мнение по поправкам в Конституцию. Заканчивается предварительное голосование на избирательных участках Петрозаводска. Мы взяли интервью у ряда депутатов, чтобы узнать их суждения о проведении голосования и о тех поправках, которые представляются им особенно важными. Хочется особо отметить, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней очень правильно. Оно позволяет всем желающим проголосовать соблюдением всех норм безопасности в период сложной эпидемиологической обстановки. Для меня, как для гражданина Российской Федерации, особенно для депутата Петрозаводского городского совета, особенно важны те изменения в Конституцию, которые закрепляют суверенитет Российской Федерации и дают таким образом возможность для поступательного развития страны и для обеспечения в том числе других обязательств государства, которые касаются социальной гарантии и так далее. Впервые в Конституцию по поправкам вводятся такие понятия, как брак, вера в Бога, госсовет усиливается, его существенное значение. Не все депутаты считают нужным высказываться о содержании личного голосования. Однако они отмечают корректность прохождения плебисцита, терпения и профессионализм работников на избирательных участках. Также хотелось поблагодарить всех работников на всех избирательных участках, так как от их профессионализма и терпения во многом зависит атмосфера в местах голосования. Сегодня я сам лично убедился, что со своей трудной задачей они справляются на отлично. Что касаемо поправок, считаю, что высказывать свое мнение будет не совсем корректно, так как это можно расценить как рекламу. А основная идея голосования – это свободное волеизъявление граждан. Я свой выбор сегодня сделал. Завершился ремонт по улице Антонова, 6А, которого жители ждали 40 лет. В этом году в рамках программы «Комфортная городская среда» в Карельской столице будет благоустроена 71 дворовая территория. Свершился ремонт по Антонова, 6А, который жители Ключевой ждали 40 лет. На данной дворовой территории мы видим уже завершение работ, асфальтирование территории. С момента постройки, то есть около 40 лет с лишним, эти дворы не знали ремонтов, поэтому, конечно же, очень востребовано. И жители дома очень оценивают программу. Удалось и парковочные места расширить, и снести аварийные деревья. Ну, в общем-то, тот набор работ, который выбирают большинство петрозаводчан. В этом году мы ремонтируем 71 дворовую территорию. Здесь и федеральный бюджет, и помощь регионального бюджета. И вот даже на данной территории Ключевой, улица Антонова, у нас более десятка ремонтируется территорий. Конечно же, это очень долгожданные работы. К завершающим стадиям вышли пока по трем дворовым территориям на 2 июля. Но темпы достаточно хорошие. По 50 дворовым территориям подрядчики уже приступили к выполнению работ. Где-то подрядчики пересекаются, поэтому чуть позже они выйдут на другие дворовые территории. Я прошу петрозаводчан не волноваться по этому поводу. Обязательно программа будет реализована в июле-августе месяце. И мы даже обратились к управляющим компаниям с тем, чтобы на подъездах домов была информация о ходе работ, о графике выполнения работ. Чтобы собственники понимали, все то, что попало в программу на 2020 год, будет непременно выполнено во всех дворах города Петрозаводска. На подобных выездных совещаниях имеет место обязательное присутствие депутатов Петросовета. Они подписывали бюджет на 2020 год, они и внимательно следят за его реализацией. Видим, что работы выполнены на высоком уровне качества. Видим, что двор стал благоустроенным, более удобным для жителей. Наверное, основные моменты, которые решаются в рамках программы реализации «Комфортная городская среда», это именно создание условий благоприятности для жителей тех или иных домов. Участие депутатов в программе еще выражается в оказании консультативной помощи при составлении необходимой документации для участия в конкурсе. Данный дом попал в программу только со второго раза. В 2019 году они подавали заявку на участие и прошли только в этом году. Это очень важно для жителей. Основная сумма, выделенная на ремонт, принадлежит федералам и республиканской власти. Но без участия дома программа не работает. Хотелось бы добавить, если говорить о том, каковы вложения жителей, которые обращаются и участвуют в этой программе, по данному дому, жители дома внесли сумму в размере 81 тысячи рублей. Это около 20% всей стоимости проекта. Мэрия рассчитывает в следующем году на продолжение этой программы. По крайней мере, мэрия отписывает положительные отзывы в Федеральный центр о работе программы. На этом сегодня все. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok